Итак, ну что ж, первый матч, Лив, друзья. Сегодня не все матчи будем освещать, скорее всего, поэтому отложим что-то на завтра, страйку. Завтра, наверное, тоже будут дилеи первой встречи, Тимина и Снадасти против Virtus.pro, Night Round и Side Pick. Матчи по системе BO3, групповой этап по системе, не каждый из каждого, как вы поняли, GSL-система стандартная для КС в Европе. И мы смотрим с вами чаш-группу, в которой находится Virtus.pro, там также находится команда Agents из Норвегии, опасная, понятно, для ВП. Мина из Фина, о которых ничего не известно. И вот сейчас нам станет понятно вообще, кто же эти финские парни и вообще, что будут они нам показывать. Пока на Side Pick, как видим, 2 в 2 и вот что будет дальше, пока не ясно. Так, ну вот составы. Мина из G-Stats, G-Stuts. G-Stuts, Asiri, SAU, SEU, PILA, BLANES, OSCU. И, конечно же, Virtus.pro, это Man of Steel, Snacks, Neo, Taz, Pasha и... Так, нет, Man of Steel это белый. Ну и, в общем-то, так, белый вообще ник себе не поменял. Но будет человеком из стали. Вообще, нормальный ник себе придумал. Паша чуть дальше, конечно. Не, на самом деле, Паша по железне, наверное, будет белого по кондициям, да, но ладно. Нас интересует ингейм, а вот в игре, соответственно, этот парень дает жару. Ну и рестарты боевые, друзья. Что ж, сейчас начнется встреча. Первая карта Dust2, с остальным совсем вы можете ознакомиться на CSGO StarLadder TV. Я только сейчас сделать забыл одну последнюю оповещалку. Заходим, кстати, в чат. Чат из L4M esports комментатор. Именно здесь я буду с вами как-то фидбэчить. Но пока что давайте смотреть, что будет делать финны в первом пистолетном. Они играют boost, при том, что французской подсадочке пацаны не видели. Играют какой-то ли классикой выход парыч. Здесь парная игра, но с медла, молота, флешка. И парыч, по-моему, сейчас будут забирать ВП. Да, пробивает. Пробивает у нас белый парапет финном. И аплэнд, в принципе, остается, как видим, сплит-выходом длина плюс парыч совершенно пустым. Спокойно его занимает сейчас Virtus.pro. Вообще очень спокойно. Даже и напрягаются ни капельки. Ну и Тазыч будет сейчас, наверное, десантиться. Нео загрыз на нуле. И Таз десантиться, минус на КТ. Ну, в общем-то, ВП 1-0. Вот так вот. Первая пистолетка для них, по-моему, прошла вообще без каких-то проблем. Это самый важный раунд. И свой первый раунд на чемпионате Virtus.pro берут совершенно спокойно. Вот в течение всего дня буду здесь находиться, друзья. И... Так. Что-то подлагивает. Слама добавил Сатана. Написали мне. Ого, вот это новости просто. Параллельные матчи, друзья, также есть. Вот какие они, я сам толком не знаю. Но у нас центральный матч это ВП. Соответственно, вообще сегодня будем следить за разными группами. В этой группе, друзья, следующие вот БЛ-3 встречи будут куда более интересные, интенсивные, напряженные. Там агенты должны... Вот если они параллельно сейчас играют, то это сэкономит нам время. И мы посмотрим сразу ВП Эджонс. Это, в принципе, будет за выход с первого места с группы. Расклад. Так. Ну, что вот? Финская команда малоизвестна. Эти минайз, друзья. Взяли чешки. Ничего не сделали с ними. Ну, вот шанс у Блинза есть. Но Блейнс. Блейнс, Блейнс. Пострадал. Но покоцал плотно. Так, 2-0 и смотрим на финнов. Будет ли здесь от них какая-то инициатива. Вообще, странно ждать инициативы от команд, которые приехали на Биок чемпионат. По одной простой причине. На Биоках, как вы все прекрасно знаете. Что вообще такое Копенгаген Геймс на Биоке? Для тех, кто не знает. Вы приезжаете, платите взнос. Взнос идет в призовой фонд. Вам дается посев в группе. Но посев уже поздний. Вообще, общий посев был весьма интересный. Сиды были весьма разными. Но в основном фаворитов, в основном датские, команда 3D Max, там Risen и команду Dignitas. Их сразу отсеяли в разные группы. Virtus.pro понятно. С Titan'ами тоже понятно. С Nip'ами тоже. С Natic тоже. Вот примечательно, что отказалось много команд ехать на Копенгаген Геймс в самый последний момент. И... Так, Блейнс. Ай-яй-яй. Поджали мидл полякам. Но тена стоят. Я смотрю, вот как стреляют сейчас белые. Мне почему-то кажется, что здесь все более спокойно. Ну, вот она проблема. Так, Блейнс. Дальше идет. Знает то, что стоит Snacks за лестницей. Ну, тут Snacks удают пока что играть как он хочет. Заходит в итоге в спину Паша и забирает тупо 2х, как-то респауна. Не усмотрели Фина в спину и счет становится 3-0. Читаем чатик быстренько. Так, не до полезания. Так, кто не пират, на лайку стрим. Что здесь происходит? Сломок, с тебя роспись на мою страничку. Ириш слоник. Так, ирландский слоник. Это как вообще понять? Вы из Дублина. Ого. Так, первый девайс на раунд для финнов. Давайте смотреть, покажут ли что-то. Сэп, смотрю, нет АВП у финской команды. Это, в принципе, значит, что парням будет сложно. На Медле Вертус Пропа заваляют себе посмотреть. И очень многое откидывают. Гранаты прямо с мяса. Понимаю, что, скорее всего, на Медле кто-то есть. Пытается взорвать Сэп. Между прочим, Бэплэнд почти отдали. Там разыгрывается связка в стиле французской команды. Бэплэнд на мидл и без шансов пока что мог Сэп принять. Был выход и перекрестный огонь. Но вот не успел игрок защиты отыграть на максимум. Мышка. Стуз пытается поджать в спину. Не вышло. Парапет убили. Аркаду забрали. Чистная преимущество есть. Уходит в Тэшку Оску. Это единственный, кто мог сдержать атаку на Бэна. И, в принципе, он здесь свою роль выполнил. Но ему отдавать Тэшку никак нельзя. Попытки. Ну вот, защита. Что творят эти финны? Почему они не выбивают 2-1, когда это правильно? В итоге, при попытке выбить 2-1 просто потерпели сокрушительные сейчас поражения. Смотрю, как Паша развлекается здесь со своими оппонентами. Ой-ой-ой. Два в одного. Белый зашивает. 4-0. Тупят финны-то. Я не знаю. Это какая-то средняя команда, походу. Испугался чувак в Тэшке. Я не знаю, чего он испугался. Кого он испугался. Но должен был идти по понятной, как бы, логичной обстановке. Он должен был оставаться в Тэшке на позициях и ничего не предпринимать. Это все, что нужно было сделать. Это бы спасло просто многое. Так, друзья, в Твиттере тоже вас считаю. С L4MTV пишите, не стесняйтесь. Так, матч продолжается. Финская команда. Так, Neo-плей. Короче, поляки действуют каким-то, не знаю, свободным стилем. У них какой-то вообще реально притуплей в плане тактического оборота. Они даже не стараются здесь. Они даже здесь просто не стараются что-то показывать экстраординарное. Совершенно спокойно бегают. И это только первая карта. С учетом того, что играется 3, это, конечно, может стать для финнов, наверное, предпоследней картой на этом турнире. Но это только первая игра чемпионата. Друзья, по матчам будем скакать в течение игрового дня. Поэтому смотрите нас, оставайтесь с нами. Так, Сэо, проход под Б. Оску вместе с ним. Блейнс влетает в парапет. И финны сейчас действуют неоправданно агрессивно. Вот в парапете. Но лучше бы они, конечно, длину занимали. Там был бы шанс давить пашу. Так, ну вот. Чек мяса. И сразу же остается красным-белый. Попытка стабильным. Казалось, безуспешнее. Поляки пытаются снова разыграть мидл. Раскидывают парапет. Но никуда не идут. Нет, Снэкса все-таки будут запускать в пары. Давайте посмотрим, сделает он здесь опен или нет. Ждет Снэкс флешки очень долго. Или он ждет, Кадым закончится. Дисплей. Нет, вот. Под моменталку заходит. Видит уход игрока. Защита. И спокойно белого Блейнса забирает. Открывается дальше. Понимает, что есть на КТ. Попытка выжать слегу на максимум. Но здесь шансов мало. Должен падать. Паша в этот момент обошел совершенно спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой. Как играет Ассирис-то, друзья. Его ж не спалили с АВП. Паша не убил. Это жесть. Бицепса будут давить. Неужели со второй попытки все-таки возьмут свой девайс на раунд финны? Ой-ой-ой. Вот какая ошибка все-таки была. Так четко сыграли поляки в парапете. Вышли на стрельбе. Но не смогли почему-то пробить основного. Основного мейна ВП у финнов. Вот это жесть. Который стоял вообще в пленте. Забил на Пашу. Ну и Паша должен сейчас один в третий тащить. Соответственно, влетает одымление. Готовит флешку для проходов. Но он понимает, что скорее всего в просвете кто-то есть. Увидел одного. Выход в плент. Падает Стас. Игра против парапета. Пошла граната. Он знает то, что один еще есть в подъеме. Атака ВП, по-моему, сейчас просто вкурит. Да, минусы ВП. А Паша идет. Видит третьего стрельба. И вот это жесть. Финны. Какой провал. Просто втроем испугались одного Пашу Бицепса, который разыграл по своей инициативе. По-моему, у парней сейчас... По-моему, у парней сейчас киберспортивные слезы потекли. Потому что такой раунд отдавать это уже показатель как бы уровня. И Паша просто на своем высоком уровне разыграл вот такой вот интересный клатч, который, казалось бы, вроде бы мощный. Не ясно, зачем они лезли стреляться на Пашу. Но прикол здесь не в том, что они лезли по одному на него стреляться. Прикол в том, что им не хватило мозгов собраться и втроем выстрелить в одну позицию, когда Паша был открыт. А это было несколько раз. Возможность убить его была просто уйма. Так, взрыв парыча. Ой-ой-ой, Блэйнс, как съел. Минус 70 хп. Очень сложно финам здесь что-то сделать. Мы это видим просто с вами прямо сейчас. Как видим, все идет в размен. Пила разменивает тазы и выход в парапет без сплит-атаки. Но могут развернуться, пойти в бэк. Короче, в ВП дергают нервы финской команде сейчас. На самом деле финам чуть-чуть успокоится. Вот, Тайсирис, правильное действие. Заходит в аркаду. Все хорошо должно быть. И вот сейчас будет момент истины, когда он выходит. И его ждет парапет, убивает парапет, чекает мидл, не дает декой. Паша забирает бомбу. Ну, таза нету. Так, на центре есть тоже перестрелка. И что-то у финнов начинается расстаться. Но так как поляки пока еще опять Паша. Короче, по-моему, сейчас Паша пойдет опять тащить один в четыре. Я не знаю, остался Нео. Снекса закрыли. Кстати, ошибка УВП в том, что длину не вышли. Ну, тут вообще какой-то матчат непонятный, если честно. Ну, Паша и его стрельба сейчас, по-моему, на уровне. Так, КТ ушло. Нео падает. Два игрока защиты пытаются поджать. Сейчас Пашу давайте смотреть, как он зачекает эти действия. Ну, он, в принципе, знает, что один уже залез. Но тут уже понимают, Минейс, что... Вот если остался Паша, то стрелять надо намного жестче, чем в третьем раунде. И поэтому сейчас вроде как более-менее жестко себя проявили и сыграли на уровне. Я чекну снова чатик наш в стиме SL4M Esports комментаторов, где GoTV взять. Друзья, GoTV на Коутворге. А вообще пишите... Не пишите, вообще смотрите стрим. Для вас он проходит. Так, снекс. Смотрите, финны раскидали сейчас на центре просто сразу, проходящие на Б. Номера 4-5. Сразу раскидали мидл, чтобы атака не действовала быстро в сторону центра. И вот у финнов уже начинает получаться какая-то игра, знаете, интуитивно понятная. Смотрите. Если до этого занимали пара 5, шли на контакт, проигрывали перестелку, то здесь поняли, что надо эти позиции отдавать. И небольшое одымление изоляции зиги, в принципе, привели поляков сейчас к тупо халду на центре. Сделать что-то тут тяжело. Минейс укрепляет аплент. Вновь на трех человек есть чек контакт под Б. И вот сейчас нужно, чтобы Нео не уходил. Это делая Тоску, 4-5 и проблему УВП. Первые проблемы. Но, правда, на восьмом раунде это, конечно, не самое классное. Но не ясно, что финны будут в атаке делать. Вообще финские команды умели всегда удивлять. Так, Стас минус Паша. Все, минус УВП. Снекс подбирает этот авик. Вот финская команда начинает просто в пятером бегать с А на Б. И, ну, в четвером даже, можно сказать, или даже втроем. Вот это вот звено, вот эти двое. Вот эти двое, плюс вот этот парень. Ну, сейчас остался в парапете. Пытается Снекс выцепить рекламу. Как, видимо, ждет до последнего в дыму. Но там рекламщика нету. Рекламщик играет вот здесь. Стас минус УСИР, вот это уже... Все, вот это уже отдача планта. Это плохо. Это плохо, понимают это финны. Стас. Пробует перестроиться. Но вот кто-то зазевался. Проиграл парапет. Бомб керри. И, ну, Блэйн, зачем ты лезешь? Выбил бомбу в парочи. Поляки потеряли время. Надо ее забирать и идти. Здесь должны финны понимать этот момент. Да, понимают, что бомба не стоит. Значит, ее забирают. И Снекс, по-моему, сейчас просто засейвит АВП. Ну, вот он ждет последние секунды. Забирает Алик. И все, и поляки уже пошли. Ну, вот видно, что Virtus.pro пытается играть до последнего. То на А, то на Б. Ну, на Б не играли, но на УС точно пытается сдавить до последнего момента. И это нам показывает, что финская команда, на самом-то деле, не такая уж и сильная. Откуда Virtus.pro? Virtus.pro из Нарнии, друзья. Они граждане Нарнии. Это, если что. Так, тем временем, параллельный матч также есть, где есть весьма интересные представители. Но, в целом, первая вот серия матчей, друзья, она вся будет, по-моему, очень-очень предсказуемой. И что будет дальше, пока не ясно. Так, вот мне интересно, Альтернейт. Это женская команда? Нет! Альтернейт играют с норвежцами. Это надо смотреть. Там будет Рак на Лане. Это просто... Не, ну Рак на Лане, это пропускать нельзя. Так, ну и продолжается. Матч на первой карте. Пока ВП ведутся. Next, минус к Стасу. И снова атака через парапет прошла успешно. Вот Асирис сейчас имеет шанс очень хороший здесь зашить. Брейт красного, но достается ему прострелом. Давайте смотреть, что будет делать Блейнс. Вот так вот. Не повезло. Знаете, на верочку граната прилетела. Он, наверное, думал, что сейчас застанет врасплох, но не тут-то было. И ВП задавили Аплент повторно. Финнам не здоровится. 2-7. 5 раундов разницы и... Проблемы наступили. Смотрите, Паша на Лане просто никакой. Он не якорь, да? 15 на 2. Анти-якорь от Паша. 10 на 4 белый. ТАС 5 на 7. Нео только еще не разыгрался. Так, у финской команды ЭКО. Их, в принципе, сейчас нормально качнули. И шансов у них маловато на этот раунд. Но пистолеты свои они не показали. Так, посмотрите, что финны придумали. Это какая-то финская семья. Я не знаю. О, посмотрите, какие меня добавляют друзья. Нереальные. Так. Слэм. Кто там отказался играть на КПГ... На Копенгаген Геймс в самом конце? Кто? Нави в том году отказались сняли с турнира, потому что их, типа, засудили. То есть забили на своих фанатов, послушались директора и все. Вот так. Это была веселая история. Так, ну вот я не знаю. Эта банда, по-моему... Поляков шестое чувство сейчас просто сработало на уровне. Они вообще зашли в пустой веб-плент. И сейчас уже точно знают, что 5А. Вот мне интересно, как они эту сейчас схему все будут вычислять. И вообще, собираются ли они это делать. Паша, конечно, будет. Ну вот Паша уже ждет по таймингу аркаду с банки, которая должна сюда прийти. Но аркады с банки нет. Вот она только-только пошла. Так, пилер будет заходить. Он же Сео заходит с Парыча. Чекает нижнюю. Так, Тас сейчас, по сути, слышал. Да, Тас услышал всю движуху. Паша тоже. И сейчас будет сбор халявы на центре. Мне даже кажется, что... Ох! Улетел Блейнс, улетел Экстас. Все, все игроки финской команды, которые пытались сыграть максимально продуктивно и эффективно на экораунде, заканчивают свой раунд на парапете, ничтожной и просто принятой с разменом в одного Таза. Но это вообще несправедливо. 8-2. Первая половина за Virtus.pro. И первая карта пока развивается под их диктовку. И, в принципе, с этим даже нельзя поспорить. Тем не менее, матч будет продолжаться. Давайте смотреть, что нам покажут сейчас игроки. Минейс. Знаете, вообще на таких чемпионатах иногда бывает зажигают средние команды. Вот, типа, Минейс... Не знаю, в свое время ракаты такие были еще. Ну, правда, там был Люрпис и были именитые игроки, типа, Нату Насу в 1.6. Но в 2008-м они нормально там на DreamHack'е отыгрывали. DreamHack, я вам напомню, раньше тоже собой представлял Белочемпионат, как сейчас является, каким сейчас является Копенгаген Геймс. Раньше такой серии инвайтов не было сейчас и популярности. Ну, вот у Копенгаген Геймс есть шанс, в принципе, стать лучшей, наверное, европейской площадкой для проведения. Ну, на данный момент раз в год они, по-моему, проводят на Урау, у них 58 команд играют и в три тура первый игровой день, первый матч. Вот мы смотрим Тиммина и Сверхуспро, БЛ3, дальше будем уже смотреть по ситуации, что будет, какие-то матчи записывать. Ну, и весь репортаж вообще можно будет найти на Ютубе, туда также будут заливаться все видеозаписи. На завтра, друзья, для вас будет работать Страйк за микрофоном или у микрофона, не знаю, как правильно. У микрофона, скорее всего, правильно. Ну, а послезавтра мы уже вместе в субботу закроем нормально весь этот турнир. Послезавтра, я напомню вам, что турнир идет не 4 дня, а 3 дня. И до, как бы, самого последнего момента игрового до финала у нас будет просто очень-очень много времени. Ну, и вот если организаторы решили в 3 дня уложиться, то сделаем 2 часа, это, по-моему, реально. Ну, первый день, знаете, он на ланах всегда сложный. Мы с вами прекрасно помним, что были и жестче, жестче игры раньше. Также помним с вами, что... Game Gun, который вообще не турнир, который Game Gun. Вы помните, сколько человек на этом Game Gun просто сходило с ума? Как мы все смотрели, ждали. И... Это жесть. Так. Какие же были дела их? Ну, там в 4 дня проводили? Или вообще в 2? Ладно. ВПС, лоу-плей, выход под Б-плэн. Давайте смотреть. Так, влайнс убивают с чешки. Снэкс в упоре разочаровал. А тут еще четверо просто. Вот мне интересно, как сейчас собираются поляки бороться с этим. Отстрелят финнов всех! Ого! Ну, стрельба Virtus.pro сегодня просто из Польши с любовью. И финская команда, по-моему, останется в первой половине с двумя раундами за защиту. Как они атаковать собираются, я не знаю, если у них здесь просто не получается играть более-менее ровно. Это какая-то жесть. Ну, первый лан для финской команды, наверное. Вообще, было бы интересно узнать, кто они такие. Давайте, может, посмотрим. Нет, нельзя здесь в профиль заметить. Сейчас так, АВП, банка, и все, услышали АВП игроки нападения. Быстро будет врываться в Парыч против, правда, быстрого контроля. И контратака здесь, в принципе, не заставила себя ждать. Смотрим, блайнс, минус снэкс. Хорошо играют Оску, граната, блайнс за ступеньки, минус он, минус Оску, Парыч закрыли. Но размен 3 в 3, мало хп у Таза, все равно рискует, открывается в точку, ловит флэш. Но игрок защиты не... Так, игрок защиты не собрался. Осирис не рискнул выходить и принимать Парыч из-под самого парапета. И запустили поляков на Апленд. Литейк Плэнта, смотрим на Кстаса, от него сейчас зависит многое. Почему к нему идет Осирис, я не знаю, но, видимо... А, ну там АВП, понятно. Неужели они уверены так в пиле? Чела ловит флэшку, но не топает. Топнул, все, его услышали, знают то, что есть в убивании. Кстас пушит, длина Паша, минус длина. Открывается очень интересно, сейчас игрок защиты. Кстас, апы 1 на 1, Паша нет, чешка, ну финнам не везет, просто не везет. 11-2, сходу финская команда просто отваливается. И счет уже не такой радостный. А вот когда вроде бы первые вот эти 2 на 7-8 защиты взяла, казалось бы, все могло быть нормально. И даже финнов как-то верить хотелось. Но здесь, как видим, на деле не совсем то, чего мы ожидали. Но ничего, в любом случае финнов все еще впереди. И Virtus.pro будут продолжать, наверное, дальше по накатанной тропинке, по накатанной дорожке. Мы возьмем еще немножко. Надо нам всего 2 раунда. Сказали сейчас Virtus.pro сами себе. И побежали на длину рашид. Мы видим, чем там дело закончилось. 12-2, ну и 13-2, по-моему, это будет блестящая половина для поляков. А для финнов это будет, наверное, первый опыт, который нас разочарует. Не знаю, всех не всех, но явно разочарует. Финских фанатов точно. Вообще, Финляндии с КСом как-то подутихли страсти, подутихло все. И чем это закончится, пока что непонятно. Просто непонятно. Но в любом случае, нас сегодня еще ожидает один интереснейший матч. Так. А здесь коробочки валятся. Коробочки нигде ни у кого не валятся. Коробочки вообще не валятся на этом чемпионате. И... С этим... С этим ничего не поделать. Так. Плохо слышно. Так, наверное, должно быть получше как-то, да? Так, раз, раз, раз. Да, должно получше слышно быть. Вроде все пофиксано. Так, первое вроде бы интересное. Вот это отвернулся просто на пять. Посмотрите, сейчас Стас его убьет. Нет, он попал. Попал по тазу, забрал. 13-3, 12. Ну, три тоже, половина тоже в защите сыграли. Тоже молодцы. Бывает. И это... Жесть. Непонятно, как вот там дальше будет продвигаться эта движуха. Так. В общем, ждем, когда будут готовы. Вторая карта, по-моему, по турам стоит у всех. Мираж, если я не ошибаюсь. Сейчас чекнем у фнатиков. Да. Инферно, Мираж, Трейн. Так, Инферно... Так, нет, здесь ДАС-2, Мираж, Инферно. Ну, короче, все-таки это будет все не по турам. Теперь я начинаю понимать. Так, дальше мы, наверное, пойдем смотреть матч. Не знаю. Хотя тут все матчи одновременно стартанули. Но есть еще выбрать. Вот Эн сыграют друзья. Нептор, Фэктори, Тидей. Трикет-Токистовиев какой-то. Датский замес. Вот можно Лимонных Песиков посмотреть. Давайте посмотрим состав. Не, с Раипом смотреть не будем. Также интересный матч с LGBXPL идет. Ну, его там Сеня стримит, как я понял. Но он не такой особо интересный. Там, скорее всего, будет 2-0 по картам, как и здесь. Но, по крайней мере, это хоть что-то. Для молодого начинающего коллектива, да. А вот на второй тур карты еще пока что не начеркана. Но в любом случае задержка будет походу, ох, какая большая. Так, ну и перед миражом нам остается дождаться только, наверное... Рейди. Я не понимаю, что там такое пикает. Так, continue, start, stop, ready. Короче, потерялись сейчас игроки Virtus.pro, по-моему, не только. Потому что Скорбот заставляет всех сейчас нервничать. Вообще, огромные проблемы были замечены, на самом-то деле, в Скорботе. Кстати, пишем в Twitter, друзья, прямо сейчас. Я, наверное, вам его выведу, чтобы вы понимали. Тут записано, кто комментатор, какой Twitter, можете писать. Нам все равно сейчас предстоит с вами скучать. Так как у нас репортаж прямой, и скучать нам просто нельзя, потому что мы не имеем права себе этого позволить. Мы будем ждать. Мы будем читать сообщения и по-разному усилиться. Так, Slam LDLC участвует в Копенгагене. Да, так, Slam, посмотри, кто за ESC играет. Да, там Колон, я видел. Slam, а где Cures? Они долбят или нет, смотря что долбят? Это же, как я понимаю, команда ENCE в данный момент. И если что, то вы можете как раз-таки посмотреть на CSGO StarLadder TV группы, и там написано, кто, где и с кем встречается. Что самое главное, это понятно. Так, чекают Twitter. В Twitter пока что тишина. Вообще, последнее, что писали, это... Так, давайте посмотрим. Смотрел вчера, как Марик ящики открывал. Нет. Нет, не смотрел. Slam GO Warcraft 3 я создал. Это я уже читал. Бывает. Так, ну что, ждем мы второй половины. Я пока не понимаю, что за лол здесь с сервером. По-моему, завис Goal TV сервер просто. Ну, не Goal TV, а этот Electronic Score бот, который, в принципе, отвечает на... отвечает за все это. Так. Читаем чат. Это live? Да, это live, друзья. Эх, 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 эх. И вроде бы... Ой! Друзья, все, раздупляется сервак. Будем смотреть. Это live. Я читаю чат. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Counter-Terror is Twin. Все. Ну что ж, смена... Ой-ой-ой. Смотрите, какой косяк. 13-3 счет. Это значит, что будет сейчас, наверное... Да, будут, наверное, сейчас как-то модулировать ситуацию. Вообще, Electronic Score бот это может. Поэтому... Поэтому пока что ждем. Когда же этот рестарт закончится? Так, в общем, будет модулироваться ситуация. Слэм, почему нету ставочек на лунже? Я не знаю, почему нету ставочек на лунже. Слэм, кого наслед тур будем смотреть? Приблизительные приветки. Ну, передай. По интересности матч самый важный для нас. Не знаю, нам без разницы, что смотреть. Наших команд сейчас здесь нет. Вот почему. Дилей для стрима от GoTV где-то на 40 секунд больше. Я не знаю, если честно. Так. Ну, тут нужен Relive. Ну, 13-2. Нет, пауза будут запускать. Ого, это что такое? Это у меня CS? Ого, у меня... У меня CS повис, ребят. Вот это весело. Вот это звук. Ладно, все. Я не буду над вами издеваться. Я просто сейчас его выключу. Как-то, я не знаю, попробую перезапустить просто его и все, потому что он повис вообще тотально из-за этих рестартов. Я думаю, игроков тоже сервера выкинуло по-любому после такого поворота событий. CSGO XZ не отвечает. Да ладно, остановить процесс. Да ладно, остановить процесс. Нет, зачем? Не останавливай. Для кого останавливать процесс? Зачем? Мы и так в картинку лагающую посмотрим. Мы же нормальные ребята. Нам весело, нам хорошо, нам просто непостижимо. Заходим обратно в CSGO. Ну, короче, по-моему, опять ничего не настроили организаторы Копенгагена. Нет, друзья, ну первый день это, конечно, газмясочка вообще в плане CS. Я даже не знаю, зачем мы взялись это дело стримить. Ну, вроде как, сегодня мне сказали, что есть права, права есть нормальные. Если что, мы сегодня просто не будем до конца игровой день комментировать, что вполне вероятно. Может, даже и после этого матча сразу забьем, но возобновим трансляцию завтра. Потому что сегодня, во-первых, матч, матчей проходных много, но вот завтра день интересный. Так. Так. Ну, короче, connection fail. Я не знаю, что еще здесь можно добавить. И, по-моему, connection fail у всех, судя по тому, что я понял. Так. Да, друзья, проблемка нарисовывается, потому что GoTV сейчас реально всех прокинула. На этом чемпионате мне вот еще тут скинули ссылочку интересную. Елена Нестеренко, Елена Нестеренко пишет. Которая скайп называется Вилатушка, о господи. Слэм Милаша, спасибо за крутое комментирование. Прямо оно такое крутое, что я бы тебе даже показал. Слэм Пердачелла, спасибо. Я бы с радостью сейчас просто расслабился. Попил кофе, чаю. Короче, я не знаю, это не турнир, это... Это Копенгаген Геймс. По-другому этого не назвать. Спасибо. Так. Так, у меня сейчас просто новость. Все, всем прямо супер рассказали. Так. Короче, GoTV лежит, ребят. Я не знаю, что сделать с этим, но по-моему мы, наверное, на сегодня может даже закончим наш чудо-стрим. Я просто не представляю, как можно комментировать турнир, который просто не играется. Турнир, который не происходит. У нас еще просто параллельно варенье, ребят. Финал упадет два, и я бы, наверное, лучше их, конечно, посмотрел, чем сам турнир. Так, почитаю я твич, наверное. Что же вы там пишете, дорогие мои? Великолепные, офигенные и невероятные, добрые, бодрые. Давайте, давайте. Пишите, кстати, прямо еще в твич, в сам приват. Вот в привате я тоже отвечаю, тоже его читаю. Заметил, что тут твич его модифицировали. Да, помним Game Gun 4 часа дилея, а потом Na'Vi играет 16.0, 16.2. Ну да, вот это были веселые времена, конечно. Такс. Такс. Ну, в общем, будем что, сидеть и, наверное, тупить. Есть первая галерея, кстати, с Копенгаген Геймс, друзья. И давайте, наверное, смотреть ее, потому что у нас еще времени много. Время много, и давайте посмотрим вообще Копенгаген Геймс. Вот главный вход в Копенгаген Геймс. Вообще, каждый год этот вход не меняется, каждый год этот вход выглядит вот точно так же. Игрок команды, так, это Дюпри, походу, игрок команды Дигнетес. Так, LDL-сишки сидят здесь, как я вижу, разминаются. Ксипнекс, его бригада, корешей, маньяк. Посмотрите, у него какая прическа. Я вам говорю, во Франции это тупо тренд, короче. Если у тебя 120 килограмм геля на голове, то вы тупо берете и тащите лан. Это сидит какой-то большой парень. RDL, RDL, который играет за FM-Токсик. А где Реттлснэйка? Реттлснэйка фотка где? Вот, походу, Реттлснэйк сидит. Это чувак, который постоянно, короче, чем-то недоволен. Но играет красиво. Очень много агрится. Так, кто это такой был за БС? Олофмейстер, посмотрите, какое оно лолошечка. Какие у него наушнички. Ух. Так, это команда няшек-симпатяшек. Походу, это альтернэйт. Панда, панда, смотри, смотри. Команда на лане. Они на лан приехали. Это их первый лан за два года. И они могут на нем что-то сделать. Ой-ой-ой. А это кто у нас? А это у нас непонятно кто. Ну ладно, какие-то пацаны. А, штуки гейминг с ковром от Зоуи. Молодцы. Так, в натике сидят. Шнейдер сидит. Тут все ясно. Флюша. Так, не Флюша. Халк. My new wallpaper, пишет Тацк. Not bad. Not bad. Так, ну и дальше команда. Да, кстати, вот кто не знает УЗИ. УЗИ, вот этот УЗИ, который, короче, постоянно не может потащить. Вот он собирается, 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 а тут раз и не тащится вообще никак. Такие вот дела. Так, что там у нас с Гоутэвэхой? Давайте проверим. Пробуем сделать ретрич. И вот это да. Это вообще лол, короче. Тут уже вторая карта. Там... Продолжение следует...